Здравствуйте, друзья! Вчера был арестован в Париже Павел Дуров, основатель российского мессенджера Телеграм и ВКонтакте, в том числе основатель когда-то и собственник, за что арестован? За терроризм, за контрабанду наркотиков, распространение порнографии, мошенничество и отсутствие сотрудничества с Францией. Таким образом, что такое Павел Дуров? Павел Дуров это представитель российских спецслужб, который очень давно и очень упрямо пыталась Россия легендировать на Западе, всячески создавая ему образ оппозиционера. Он даже сказал, что он с войной не согласен. И когда-то в 14-м году, когда Россия начала закукливаться, он из России, так сказать, сбежал. Но сбежал он интересно, потому что другим, кто хотел сбежать, не давали сбежать. В то время одного отравили, второго убили, третьего еще что-нибудь. А Дуров так взял спокойненько основатель компании и сбежал. Об одном таком оппозиционере похожие случаи в свое время сказала Анна Ахматова. В частности, об Иосифе Бродском. Она сказала, какую биографию однако делают нашему рыжему. Кажется, специально, когда его преследовали, Иосифа Бродского, но так слегонца преследовали немножечко, чуть-чуть. А потом отправили на запад. Наверное, для того, чтобы он постукивал на реальных, на реальных диссидентов. И вот приблизительно такую же функцию выполнял в России и Павел Дуров. Чем он интересен? Интересен вот тем, что, например, все российские мессенджеры в России запрещают сейчас. Ватсап, сигнал, ютюб, все-все-все запрещают. Телеграм никто не трогает. Потом друг большой Путина, Такер Карлсон, который недавно его интервьюировал Путина, и о котором Путин рассказывал, что Гитлер напал на Польшу вынужденно, а был его вынудили напасть поляки на Польшу. И вот именно этому Такеру Карлсону совсем недавно Дуров давал пространное интервью. Этот Дуров был лауреатом стипендии президента РФ, правительства РФ, трехкратный лауреат Потанинской премии. Представьте себе, гебня на гемне сидит, гебню и погоняет. И о его личных качествах свидетельствует, в частности, такая история, как он в 2012 году из окна своего офиса в Санкт-Петербурге бросал самолетики из пятитысячных купюр. Всего-то навсего, но за эти пятитысячные купюры россияне внизу устроили маленький мордобой. Ну, наверное, он прикалывался, он показывал, что он знает этот народ и чего ему нужно. И сказал, что он своим поступком просто хотел создать праздничную атмосферу в День города. И сейчас этот именно Дуров, который, еще раз подчеркиваю, имел ВКонтакте, который фактически сдал ВКонтакте прямо российской гебне, но хотя он тоже российская гебня. И он сейчас полетел смотреть в Азербайджан, чисто случайно, во время визита туда Путина, полетел туда. Ну, и, как водится, ФСБ ему сделало легенду о том, что он там с Путиным не встретился, не получилось у него. Зачем эта легенда? Потому что Казе понятно, что в современном мире отследить полеты самолетов достаточно просто, и всем становилось все, собственно говоря, понятно. И после этого визита в Азербайджан его и повязали французы. Кстати говоря, на День незалежности Украины совпадение, не думаю, не думаю, подарок. Что такое Телеграм? Российские уже пропагандисты прямым текстом говорят, что в России связь со шпионами идет через Телеграм. Целеуказание во время артиллерийских и ракетных ударов идет через Телеграм. И Дурова называли, по сути, руководителем связи Министерства обороны Российской Федерации. То есть, по сути, он компенсировал своими возможностями, компенсировал те недостатки связи, которые существуют в российской армии. И легенду ему создавали очень долго, с 14-го года, как я уже сказал. Но сейчас он, очевидно, поехал посмотреть на шпили в Азербайджан. Не на встречу с Путиным, а просто посмотреть на шпили и рассказать Путину, как он испытывает личную неприязнь к войне. Насколько важна информация в современной войне? Говорить сложно, потому что, собственно говоря, информация... Еще Наполеон говорил в свое время, что информация это 90% войны. В его 19 веке было 90%. Сколько сейчас, сказать трудно. Ну вот мы увидели, что украинское наступление под Курском, оно фактически ускорило закукливание России. То есть Россия полностью провалилась, кстати говоря, в Ютюбе, с которым мы с вами общаемся сейчас. Ютюб действительно интересная вещь. И вот Россия собиралась его медленно-медленно замедлять. Но тут вдруг случилось Курское наступление, и Россия начала замедление это резко. Ну то есть выключение практически Ютюба. Потом сигнал WhatsApp, полностью мессенджеры, которые независимы от российской власти. Россия полностью поисключала. И вот Телеграм никто не трогал. Конечно же, западные разведки, в том числе французские, они на это все отреагировали соответствующим способом. Ну и как очень важный знак того, что Дуров это российские спецслужбы, и что Телеграм это российские спецслужбы, это его поведение. Ну не только, собственно говоря, крышевание различных криминальных активностей, там начиная от торговли наркотиками и так далее. Чем занимается сейчас ФСБ, ввозит, как известно, российский президентский самолет из Аргентины. Самые большие партии наркотиков недавно привезли. Но кроме этого, еще и борьба с реальной российской оппозицией. А кто в России реальная оппозиция? Это, ну в частности, башкирские, дагестанские повстанцы, которые противостояли России. И вот их каналы были вытрясаны полностью, их подписчики репрессированы. Все сдано, каналы закрыты. Соответственно, Козе понятно, что как это все, собственно говоря, произошло. То есть, то, что у какого-то там Яшина сохраняется канал, это скорее свидетельствует в пользу того, что, собственно говоря, российские спецслужбы полностью контролируют эту ситуацию. Ну, вообще, ускоренная блокировка Ютьюба, различных других сигналов, WhatsApp, мессенджеров, свидетельствует о том, что в России немножко нервная обстановка в связи с украинским наступлением. И мы видели, что, собственно говоря, по Ютьюбу полностью информация о России, она не смогла ее контролировать. Ютьюб они не могут контролировать совершенно, несмотря на его достаточно прозрачные алгоритмы. То есть, они, Россия, что называется, против реальности, против того, чтобы реальность увидеть, они ничего противопоставить не могут. В то же время, Телеграм это уникальный, я бы сказал, гениально, гениальный с точки зрения манипуляции информационный канал. Почему? Потому что он, фактически, каждая информационная сеть паразитирует на каких-то человеческих настроениях, на человеческих каких-то, ну, в таких эмоциях, на самые главные эмоции. И вот Ютьюб, собственно говоря, подсаживает на информационную какой-то каналчик, ну, фактически эксплуатирует лень человеческую, да. Люди на один канальчик приседают, соответственно, формируются такие пузыри информационные, вот, которыми манипулировать очень легко. Канал информационный, видите, в Телеграме, это средство, которое, соответственно, может таким образом это все обуславливать. И таким образом Телеграм не трогали в Кремле. Это было всячески, наоборот, всячески, все тонны лжи и манипуляций, которые там были, они раздувались в этих информационных, по сути, в информационных пузырях. И теперь самое главное для понимания, к чему это все приведет. Ну, очевидно, что кнопочка, которая была где-то в Москве, она немножко сместится в сторону Парижа. Ну, или, как говорил Дуров, что его центральный офис находится в Будабе, в Объединенных Арабских Эмиратах, но, очевидно, кнопка там основная была в Москве. Сейчас кнопочка перенесется немножко ближе к Парижу. Дурову скажут, что ты можешь жить во Франции спокойно под домашним арестом. Он не захочет сначала, будет упираться несколько лет. Ну, Франция будет убедительной. Он будет бояться, что Путин его достанет, этого Дурова. Он будет бояться все сдавать. Но я думаю, что французская разведка на то и разведка, чтобы найти способы, так сказать, пообщаться на чистоту. И я не думаю, что здесь будут какие-то компромиссы между Россией и Францией в какие-то дискуссии по этому поводу, наверное, будут, но французы будут делать свое дело. Поэтому информация, почему? Потому что информация в современном мире это огромный, огромный фактор силы. И если вы посмотрите на то, что происходит, например, вокруг телеграма, то вы слышите, что как российские, собственно говоря, сами пропагандисты рассказывают об этом, о том, что идет общение со шпионами, в том числе. Представьте себе. А интернет все помнит. Интернет все помнит. Одним махом вырубить всю российскую, ну или не всю, конечно, к сожалению, но какую-то часть российской агентуры, это, конечно, соблазн огромный у французов. Да и украины тоже. Надо сказать, что средства использования чужих информационных каналов есть даже во Франции. Вот, например, во франкопрусской войне в 1870 году германские войска использовали французский телеграф как наиболее удобный способ управления войсками и передачей информации военкорами. То есть влезть на чужую территорию и использовать ее для своих информационных целей, но это вообще это классика, классика. Кроме того, кроме того, был очень интересный случай с расшифровкой немецких немецких шифровальных машин Enigma, которые существовали во время Второй мировой войны. Наверное, многие знают об этой истории, но, наверное, не все знают влияние этой Enigma на реальную ситуацию на фронтах. Она была огромная, в том числе, кстати говоря, на Советско-германском фронте. Короче, эта Enigma смесь механических и электрических импульсов различных с крутилкой такой механической и позволяла доводить информацию аж вниз до рот, до немецких рот, из центра, из штаба в роты, во все роты германской армии, сколько их было. То есть, представьте себе, в те времена, это все секретно, засекречено, никто не перехватит, но поляки, сначала поляки перехватили, оказались достаточно грамотными. В 38-м году они расшифровали эту Enigma. Потом немцы ее немножко переусовершенствовали и уже в конце концов ее полностью дешифровали англичане. И информацию из этой Enigma они использовали в том числе во время Курской битвы. Потому что во время Курской битвы направление удара Совок не знал и англичане очень точно рассказали и передали направление удара. Фактически сорвали это наступление, которое могло закончиться очередным разгромом советских войск. Потому что это происходило в 43-м году, а в 42-м такие разгромы еще были очень обычным делом. Вот. Поэтому вот такая вот история с информацией. Мы понимаем, что Россия сейчас имела не так мало информационных каналов на Западе, но и не так много. И вот практически ключевой из них берут под контроль французы, даже не американцы. Очень интересная история. Поэтому, друзья, случайно ли это на день независимости Украины? Я думаю, что не случайно. Не случайно. и о Ютюбе наконец. Ютюб это очень полезная вещь. И Ютюб с своими очень прозрачные у него достаточно прозрачные эти алгоритмы. Гораздо более прозрачные, чем в Телеграме. Козе понятно. И соответственно от него польза. От Ютюба польза. Вот что-то мы с вами поговорили. Польза. Я почитал читателей внизу под то, что написано, то, что они пишут. Часто интересно. Часто многие комментарии иногда интереснее, чем видео. Даже во многих вещах. И кроме того социальные вот эти сети они формируют пузыри такие информационные. Когда человек просто уверен в какой-то своей точке зрения, у него увеличивается эта уверенность, несмотря на то, что эта точка зрения неправдивая и он понимает эту неправдивость. Так вот, Ютюб он немножко не такой, он немножко позволяет расширять человеку кругозоры. А вот эти Фейсбук, Инстаграм, тем более Телеграм, это же вообще узко заточенная информационная среда. Она наоборот человека упрямит в его ошибках. А все-таки если человек способен работать над ошибками, способен как-то улучшать свое, искать истину, вот что самое главное, искать истину, а не просто убеждать других в своей неправоте и самого себя убеждать в неправоте. Поэтому, конечно же, искать истину, это гораздо более важно. Все зависит в конечном итоге от алгоритма, который в основе той или иной сети. И вот в Телеграме был самый тупой алгоритм, когда человека просто из-за его лени подсаживают на информацию и эксплуатируют людскую лень, человеческую лень. Вот чем занимался Телеграм. Поэтому, друзья, ставим лайк, подписываемся и отписываемся понемножку из Телеграма. Уже время пришло. С Богом до поремоя.